Иван Качугов, бывший проигрок в CS 1.6, который с лендарным составом Virtus.pro выигрывал чемпионаты мира, а в CS GO вернулся в качестве тренера. Именно он является автором идеи Академии Гамбит, и он вместе с Блэйдом собирал команду Гамбит Янгстерс, которая позже стала одной из самых лучших команд мира. Вместе с этим составом он перешел в Cloud9, будучи уже аналитиком, потому что он не мог быть тренером из-за своего бана ESIC. После последних замен в команде Cloud9 он решил покинуть эту команду, чтобы найти себе место в другой организации на месте тренера. Мы решили пообщаться вместе и узнать как можно больше информации о том, как это происходило изнутри. Спасибо каждому за лайк этому ролику, это очень сильно поможет его продвижению. А мы приступаем. Иван, привет, спасибо большое, что ты согласился на это интервью. Привет, привет, спасибо, что позвал. Сегодня у нас будет большое интервью, на самом деле мы подготовили 84 вопроса. Говорит, на три вопроса найдешь? Ну так, да, все работает, я понял. Погнали. Давай сразу с 81. Хорошо, ну там уже будет конец истории. Какие твои планы на будущее? Давай, 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 давай все-таки перейдем к первому. Давай начнем с того, что не все мои зрители знакомы с твоей карьерой. Можешь рассказать вкратце, как ты прошел в киберспорт? Ну, начинал играть в КС, там еще с бета и самых ранних версий. Вот, играл там в 1-6, в Source даже играл. И когда вышел Go, тогда забил. У нас была команда Virtus.pro, я играл в ней. Потом мы выиграли даже чемпионат мира, входили в тройки на чемпионатах мира. Тогда не было чемпионатов мира, там, грубо говоря, каждый месяц. Тогда это было, там, пару раз в год. И, ну, было не так все круто. Но благодаря тому, что мы играли тогда, сегодня есть, ну, такой КС, как он сегодня есть. Окей, ты играл в КС, у тебя было все хорошо, уходит КС Гоу, и ты решаешь, что это не твое, это хочет идти. Ну, там не связано было с КС Гоу уход, и, как бы, я забил не из-за того, что КС Гоу вышел. А в чем дело? Ну, я бы не хотел рассказывать. Я просто наигрался. Окей, а в какой момент ты вернулся? Я вернулся в 17-м, меня позвал Даня здесь тренировать про 100. Что было, кстати говоря, не так в про 100? Давай вспомним такой составчик. Я не знаю, что там было не так. Не сошлись характерами и видением, в принципе. Я думаю, так. Но все равно мы смогли, даже так, там, ребята смогли, там, на минор почти поехать. В какой момент ты понял то, что надо уходить просто? Почему вы расстались? Ну, да, там в какой-то момент было ясно, что там видение расходится. И, в принципе, выходов из каких-то там конфликтов и кризисов мы не видели. И это был такой самый понятный выход. Хорошо. А вы, получается, расстались с про 100. Какие твои были дальнейшие действия? Какие у тебя были мысли? Что делать дальше? Ну, дальше появилось предложение попробовать свои силы поиграть. И был вот этот шуточный состав собран, типа, 4Z Forever Young, когда с Комяком, с Фоксом, с Лазейкой. И у нас менялись игроки. Там был Маус Тоте, там Инкрю у нас был. Но там быстро мы наигрались. И стало ясно, что надо, в принципе, именно тренировать, да, заниматься уже вот этим делом. Окей. Что было дальше? Когда ты пришел к Комбинду? Ну, потом я пришел к Косте и, как бы, предложил, да, набирать академию. Это было, ну, через несколько месяцев после мажора, который они выиграли. В итоге весной это было. И весной он мне сказал, что окей, там, собирай туда-сюда. И к осени я уже пришел к нему, ну, там, со списком, как бы, вариантами и так далее, которые уже дальше прорабатывались. Я правильно понимаю, что идея создать академику Гамбит, это была именно твоя? Ну, да, я именно понимал, что я готов все взяться, набрать, искать, тренировать игроков. И я с этим предложением пришел к Косте. Мы с ним несколько раз встречались, это все дело обсуждали, как бы, и, ну, грубо говоря, на это где-то месяц ушло. Потом Костя все-таки дал добро. И вот все, вот я лето их смотрел. Андрюха Блэйд дал мне инвайт на Pro League. Я там как раз смог играть, типа, с ребятами и играл с ними миксы. Вот, никто не понимал, что это за Mexican Jesus вообще зашел на сервер. И вообще, что он тут делает, что это за дядя. Но там были такие приколы, что берешь Mexican Jesus, пикаешь трейн, он все заколет, ты выиграл, короче. Все знали, такой есть лайфхак, что так можно выиграть на прошке. Вот, вот так вот, и, да, и играл-играл с ними, и игру к августу у меня был список, как бы, из претендентов, которых я уже, с которым я уже пришел, грубо говоря, к Гру. За последнее время мы релизнули Clutch, Execute, DeathRun, и все эти режимы мы делаем абсолютно бесплатно. Единственное, на чем мы зарабатываем, это подписки. С ней у вас больше функционалы, больше возможностей. К примеру, есть SkinChanger, который дает вам возможность играть с любыми скинами, которые есть в КСе, и за это вы не получите бан. Второе, это дроп скинов, вы можете играть, и рано или поздно вам выпадет скин, который вы можете забрать в Steam. Третье, это миссии, вы можете играть на ретейке, на десматч, делать определенное количество киллов, и за выполнение миссии вы получаете возможность вывести себе скин, крутя кейсы. Ну а также для меня очень интересная фишка, это смотреть, где играют проигроки, и сразу же к ним подключаться по одной кнопочке. Все это дело стоит всего 275 рублей в месяц, если покупать на год. А если вы очень сильно хотите играть со скинами, но не покупать премию подписку, для этого есть лайф-подписка. Она стоит 117 рублей в месяц. Ссылочки есть в описании этого ролика. Расскажи подробнее про роль плейта в команде. Чем он занимался? В академке? Да. Ну смотри, значит, ну, то, что он мне там инвайт дал, это понятно. У него также был там список игроков, которые он как бы видел, что можно протестить, и как бы он организовывал, значит, вот эти праки, да, где мы, где ребята играли, да, чтобы миксовались. Также он занимался тем, что давал такую, типа, вводную, ребятам что-то рассказывал и так далее. То есть, в принципе, когда у нас был такой вот две недели таких тестов, да, то он принимал, активное участие принимал. Потом, когда буткемп был с Тревелом и с Винтером, там уже Андрюхи не было, там, как бы, я с ребятами работал. Но, в принципе, Андрюха изначально он не принимал никаких финальных решений, да, он просто помогал именно с набором игроков и с процессом, как бы, просмотра праков, да, вот с этой момента. Но, как бы, состав все равно утверждал я, вот, но Андрюха очень сильно помог именно вот в этом, таком, организационном плане. То есть, говорю, у него был, помимо его списка, у него был свой список, мы их, как бы, соединили. О, а скажи, скажи, пожалуйста, людей, которые были в его списке. А, в его списке точно был Винтер, в его списке точно был Топа, вот, и, ну, дальше я сейчас уже не помню. Вот двоих я помню, вот, ребят. Я наслышан про Блэйда, но всегда от игроков. Для них он король, царь, гений. Расскажи, чем он так сильно выделяется? Что за подход у него такой особенный? Ну, я-то не работал с ним именно в команде, то есть, ну, он любит, когда там все четко, я не знаю, он такой перфекционист, как по мне. Вот, он постоянно работает, там, с остающими ребятами, именно постоянно, как бы, объясняет, как надо делать, что надо делать, почему надо делать. То есть, он, ну, он любит свое дело, походу, что я могу сказать. Как ты думаешь, почему Груф так долго размышлял, нужно делать Академику или нет? Ну, я думаю, что на это повлиял, как бы, прошлый опыт, не очень удачный опыт Академии. То, что Гамбит там пытались запускать Академию, там не очень все хорошо получилось. Я думаю, это повлияло. Как ты думаешь, что ты изменил в подходе, почему у тебя все вышло? Да, у меня другие люди были просто. Получается, тебе понадобился всего один сезон, чтобы набрать вот эту вот пятерку легендарную, которая сейчас до последнего играла вместе? Ну, 3-6 месяцев, грубо говоря, там. Летом я их искал, осенью пытались уже конкретно подписать. Плюс еще у Андрюхи был, как бы, список их тоже надо было проработать. В итоге, как мы сделали, уже к концу осени мы играли праки. У нас было уже там финальное несколько кандидатур. И мы миксовали, играли праки, осматривали. И в итоге, как бы, ну, выбрали пятерку, которую, в принципе, я изначально и планировал. Поэтому все нормально. Вот еще даже был у нас буткемп нескодневный. Мы смотрели нескольких игроков. Там был Тревел, Интерс, Винтер был из Казахстана. Как раз еще кто-то, может, был, я не помню. Ну, и в итоге, там, состав был с Тревелом, Супрой, Снафани, Шира и Синтердом. У тебя, получается, был список из 20 кандидатов на Академку Гамбит? Ну, там плюс-минус, да, да, да. Пожалуйста, вспомни, как минимум, пять ников, кто был еще в этом списке. Там был точно Норберт, там был Роберт, который играл потом с Пашей ножом. Кто там еще был. Ну, там много было, как бы, Перфекто был. Я не помню, серьезно. Хорошо. Может быть, Спелфул был, по-моему, да, Спелфул был, рассматривался как Капитан, по-моему. Извини, а Пори там не было случайно? Нет, тогда именно Пори не было. Пори появился, как он называется, тогда, когда с Тревелом начались проблемы. Как бы, тогда и появился Пори. Кстати, если кто не знает у Тревела в Акбан, у меня есть отдельное интервью с этим человеком. Вы можете его посмотреть по подсказке сверху. Очень интересно, знаешь, какой был, возможно, исход? Что могло поменяться в составе Гамбит молодежки? Был ли вариант заменить кого-то из пятерки? Какой был самый возможный вариант на пятого игрока? Может быть, были какие-то спорные ребята? Как могло бы все поменяться? Нет, тогда состав, он именно подобрался, ну, хорошо. То есть, в принципе, это был рабочий. Было два старплеера. Был, как бы... Изначально вообще Широ планировался на капитана. Но он, как бы, не хотел. Но, в принципе, все делал как капитан. Поэтому, но Влад Нафаня, он, как бы, мог нормально говорить постоянно во время процесса, во время игры и матча. И поэтому, как бы, он был выбран на капитана. А правда ли, что родителям Широ было очень трудно его отпустить и пришлось долго их уговаривать? Ну, там трудно, не трудно. Но да, для этого Саша, а с Витипо, специально ездил в Чебоксары и общался, да, с его родителями. Потом, когда Дима приехал на первый буткэнк, с ним приехал брат, мама, дядя его, чтобы, ну, посмотреть, куда вообще приехал Дима. Ты обещал родителям, что он станет миллионером? Я дал его родителям обещание, что мы позаботимся о нем. Я пообещал его родителям, что он станет миллионером. Ну, я пацанам сразу говорю, что они обречены на успех. Это да, это было. Это здорово. Давай перейдемся по изменениям этого ростера. Минус Супра плюс Хоббит. Расскажи, пожалуйста, с чем мне подошел Супра? Ну, там несколько факторов. То, что ковид начался, как бы он из Эстонии, такой факт случился. Потом был некий фактор того, что был, как бы, конфликт у, там, Влада и у Супры, такой некий. Ну, он просто он был, да. Также было понятно, что после Испании было ясно, что, ну, ребятам нужно срочно как-то расти, взрослеть, да, вот там в игре тоже, да, и вне игры. И, грубо говоря, ребята знали, что будет замена, ставились испытательные сроки, да, ставились цели. Они не были достигнуты, и ребята понимали, что будет замена. И да, и мы искали опытного именно. Нужен был опытный игрок, который смог бы ребятам дать уверенности какой-то, в первую очередь. И не сильно нарушить структуру, как бы, во вторую очередь. Вот, и в то время, насколько я помню, Абай, он, как бы, то ли сам написал Косте, то ли Косте написал Абай, я не знаю. Ну, вот, как-то вот появился Абай. Мы посидели, посмотрели, в какой он, как бы, форме, да, посмотрели демки, поняли, что у Абая все нормально с Counter-Strike, как бы, да, этот вариант может сработать. А какие были кандидаты вместе с Хоббитом? Других не рассматривали. Дальше следующее изменение, это был Интерс. Вы выбрали Интерса, взяли бустер. Расскажи, пожалуйста, почему ему... Почему брали Интерса? Ну, Интерс, в любом случае, было, как мне кажется, не очень верным решением убирать, что нужно было пересматривать, как мне кажется, какой-то, может быть, там, формат, систему и так далее. Но, типа, Интерс не был, как бы, виноват. И мне кажется, что потом, может быть, даже стало это ясно, грубо говоря. Почему взяли бустера? Потому что, ну, нужен был... Стрим. Примерно такого же плана, на самом деле, игрок, чтобы не сильно, опять-таки, влиять и менять структуру. Допустим, если взять другого плана игрока, он будет больше на себя тянуть одеяло, и не будет спейсов уже, ну, и так далее. И вообще непонятно, что будет. И как раз Тима в этом плане подошел, что он ничего не перетягивал, он был готов занять именно нужные роли, выполнять именно нужные действия. Поэтому он и подошел. То есть ты хочешь сказать, что Интерс, по сути, был неправильный в Мув? То есть Интерса убирать было не особо нужно? Это мое мнение. Это неизвестно. Как бы правильно, неправильно. Я думаю, что дело было не в Интерсе. Типа, что, ну, нужно было как-то... Короче, не в Интерсе было дело. Что тут сказать? Как уходил Широ? Считаешь ли ты то, что если он бы не ушел, все бы не было бы так, как есть сейчас? Я считаю, что если бы Диман не ушел, то, может быть, было бы лучше. Но не факт. За сколько времени до ты понял, что он уходит? И это будет уже точно? Невосколько не понял. Но об этом как бы все узнали. Я не помню, как это было. По-моему, в Австралию они ехали. Но вот после Австралии это все и узнали. Считаешь ли ты то, что для Широ это было правильное решение? Ну, не знаю. Он готовится, выиграл. И сейчас он в команде. Они тренируются. И посмотрим, как все будет происходить. Как ты считаешь, если бы Электроник бы не захотел уйти, Хоббит и Перфекта ушли бы? Не думаю. Я правильно понимаю, это случилось мгновенно? Это не был такой длинный план? Это все делают ребята сейчас на эмоциях, и они просто не хотят там уже оставаться. Я не знаю, как было у них в головах, но они приняли это решение когда-то. Я не знаю, сейчас или заранее, или еще чего, или из-за того, что Электроник ушел. Непонятно. Но они приняли это решение. Вот. Что тут сказать? Я не знаю, честно. Ты мог бы предположить будущее этих игроков? Где мог бы играть сейчас Хоббит? Где мог бы играть сейчас Перфекта? Ну, мне почему-то кажется, что у обая больше будет предложений, наверное, из СНГ команд. А у Илюхи, если он готов играть на английском, то у него могут быть интернациональные тоже предложения. Джиту – это классный вариант для Ильи? Ну, не знаю. Наверное, там еще пока непонятно, как это все работает. Как ты оцениваешь пик Электроника в Virtus.pro? Насколько ты считаешь, что это хорошая для него команда? Как сказать, не знаю. ВВП, как бы, они хорошая команда, и там сильные игроки, и им как будто что-то не хватает. Вот такое было впечатление. И, может быть, Дэн станет именно тем, чего им не хватало. Не знаю, посмотрим. В принципе, я считаю, что это неплохой пик. Плюс я не думаю, что Дэн хочет играть на английском, поэтому тут мало вариантов остается. И поэтому, учитывая этот момент, я думаю, да, это, наверное, один из лучших вариантов. Правда ли, что зимой команда Cloud9 интересовалась игроком по имени Моноси? Ну, я этого не могу знать, потому что, опять-таки, такие вопросы со мной не решаются. А считаешь ли ты то, что Моноси бы хорошо бы встроился в команду? Ну, он в любую команду может хорошо встроиться, я не знаю. Потому что Илюха же он добряк, он любит игру. Что еще надо? И он очень жесткий. Ты как аналитик Cloud9, ты можешь подсказать, насколько сильно влияет наличие АВП сейчас в команде на исход игры? Насколько оно важно? Ну, психологически даже влияет отсутствие АВП. Допустим, ты идешь за атаку с калашами, ты знаешь, что у них нет авика. Мне кажется, ты уже на таком начале просто выходишь. и не переживаешь, что тебя где-то в зуме ждет чел там в пиксель и просто, ну, убьет и все. А в какой момент вы поняли, что нужен снайпер все-таки? Когда они сделали апдейт и типа еще, ну, и понерфили вот это жесткое преимущество выходящего, и когда снайперы стали уже больше попадать. И ваше первое решение было это дать кому-то палку? Ну, ребята решили, да, попробовать поварировать с АВиком от карты. Считаешь ли ты то, что проблема как раз-таки в этом обновлении решила судьбу Cloud9? Да, я не знаю. Как бы проблема, не проблема. Просто был, вот, был выбор сделан, как бы играть без палки. Вот, и все, пока что так. Все равно еще нету конечной никакой точки. Пока непонятно, что будет. Есть слухи в СНГ, что в Cloud9 была проблема голосов. Многие игроки хотели колить, хотели говорить, хотели быть авторитетами в команде. После этого много чего рушилось. Правда это или нет? Ну, это была проблема как бы в начале точно. Не знаю, насколько это там ушло, не ушло. Но, да, в начале говорили, что каждый хочет что-то там свое внести и так далее. И получается, да, что если каждому есть что сказать, то, ну, нету спейса. На бумаге у вас была суперкоманда с перфектой электроником в дуо. Расскажи, пожалуйста, твое мнение, почему такой идеальный сетап не сработал? Неужели все от авика зависит? Сначала было мало времени, потом ушел Дима, потом было без авика, да. Не знаю, что-то добавить. Два месяца проработали, может быть, были видны уже какие-то моменты, как улучшить качество игры и так далее, да. Но остались без авика. Давай подумаем о будущем организации Cloud9. Сейчас там осталось два игрока, Аксель и Бумыч. Считаешь ли ты то, что менеджмент Cloud9 справится с такой проблемой и он найдет нужных плюс 3? Ну, все может быть, конечно. Почему нет? Они же в свое время подписали Gambit. Да, анимации, хороший пик. Ну вот, значит, могут же. Могут. Сейчас есть слухи, что Хуч может прийти в команду Cloud9. Это означает, что Гуруф может покинуть эту организацию, потому что он занимает сейчас роль тренера. Расскажи, пожалуйста, свое мнение, свое видение всей этой ситуации. Подходит ли Хуч к Бумычу? Подходит ли Хуч как раз как Cloud9? Я так скажу, что почему приход Хуч должен ознаменовать уход Гуруа? Как бы я не понимаю этого момента. вот, и второе, что, ну да, в Митии должны быть нормальные отношения с Кирюхой. Они там уже третий раз будут вместе играть, если Мития придет. Ну, я думаю, что они смогут договориться. Они, в принципе, на одной волне. И как бы там все нормально. Я думаю, что есть шанс, что может сработать. Какой момент, как это произошло, когда тебе сказали, что нам нужно расстаться? Ну, я написал, что я хочу уйти. Вот так и произошло. Это был ты. Ты был инициатором. Ну, да. А в каком момент ты понял, что стоит это делать? После ухода двух ребят? Не, первый раз я начал задумываться, когда Диман уходил. Вот. И второй раз я еще тогда Рейджин разбанила. и я начал общаться с Эсик, написал им апелляцию, они ее рассматривают, я жду ответа. И, в принципе, я сам хочу тренировать. И как бы что получается? Ну, в принципе, сам для себя я принял решение еще как бы перед Китаем, что я, наверное, уйду. И после Китая, да, я уже договорился и мы разошлись. Клауднайн Академия, что это за недоразумение? Почему недоразумение? А ты скажи, почему это недоразумение? У нас в итоге не было никакой практики и в принципе, я не знаю, ну, было решение сверху, что, в принципе, не нужна Академия больше. Я не знаю, что Академию взяли, потому что я ее вот набрал, а начал набирать в декабре, потом мы перешли как бы в апреле, они, ну, типа, скажи, ну, до Академии тоже, просто, мы посидели полгода и такие, ну, не нужна Академия, ну, и все. То есть, ты хотел повторить как раз-ки тот успех? Я, ну, не повторить, не повторить, ну, да, я хотел, как бы, я приходил, ну, в Лунайн именно как тренер Академии и аналитик, но они сами отказались от Академии. Я хотел бы сейчас открыть этих игроков, которых ты пикнул, но там точно была Альфа, вспомни еще 4, пожалуйста. Там был еще Альфа, Хайт, Штрих, Декс и Смет. Потом по самый, по самый конец Декс и Штрих сели на лавку и мы взяли Сфейда и Адабл его. Есть такой слух, такой миф, что из-за того, что ты получил бан от Исика, Груфа, это человек, который просто стоит, а все решения, все заготовки, тактики придумаешь именно ты. То есть ты тренер в команде, а Груфа это как раз таки просто Сео. Расскажи, пожалуйста, насколько это миф? Это 100% миф, потому что с тех пор, когда я вышел бан, я сел на аналитика, я уже и не занимался ни построением никаких процессов, ничего, я просто делал там свою работу, связанную с аналитиком и, допустим, еще в Гамбитах, если были какие-то там проблемные моменты игроков, то я там с ними индивидуально как бы мог работать и какие-то вещи мы там обсуждали, дорабатывали, в принципе, вот. Но в целом, как бы, построением процесса я не занимался и не был тренером. Обязанности тренера выполнял именно группу. За это время, пока ты был аналитиком в Cloud9, какое количество приглашений у тебя было от других организаций на роль тренера? Ноль. То есть ты сейчас играешь в All-In? Да. Но у меня сейчас есть предложение. Супер. Это Тир-1? Да. В ДБУ? Нет, все. Больше мы не будем гадать. Есть и Тир-1, и Тир-2, и СНГ, и иностранные. А, то есть у тебя и да, и я рассматриваю только тренерство и даже вплоть до того, что даже если не снимут бан, то все равно именно как бы какое-то там со-тренерство новое, какие-то структуры, значит, команды и так далее, что там работать с двумя именно тренерами, которые разделяют обязанности и так далее. То есть, ну, вот. Давай сыграем с тобой в Бритц. Отказаться можно, Там... Давай-давай-давай, играем все, играем в Бритц. Топ-3 тренеров в КС-2? Ну, Блэйд, Зоник, вот. Ну, я думаю, может, Сикрон. Топ-3 снайпера? Я даже не помню, кто там вообще с того постреляет. У меня нет ОК просто. Давай, Моноси, Зайву, и, ну, будет Диман Широ. Еще Джейм есть, ну, типа вот. Топ-3 капитана? Давай, будет Бумыш, Джейм, и Чоппер. Давай четвертого. Лаки. На каком месте Нафаня? Ну, на каком-то. Я не сильно рейчу Нафаня, если честно, как капитана. А что ему нужно изменить, чтобы стать лучше? Может быть, у него есть какой-то моментик, который пофиксит, и все получится? Мое мнение он знает. Нафаня, как бы, может быть хорошим капитаном, это факт. Вот. Чтобы ему, что изменить, ему надо измениться. Добавить грубости, добавить... Ну, не знаю, добавить капитанства. То есть, лидерских качеств не хватает? Ну, не знаю я, лидерские качества у него имеются. Типа, ну, вот, ему надо много чего добавить, я не знаю. Ну, с другой стороны, у него же сейчас есть команда, там они играют, а он капитан, типа, его никуда не убирает. Все нормально. Может, он уже добавил. Хорошо, Иван, огромное спасибо за потраченное время. Надеюсь, не впустую у нас получился классный материал. А вот, кто это оценит, это только вы. Поставьте лайк, если вам понравился этот контент. Ссылки на Фина есть в описании этого ролика. Я думаю, состав, куда пойдет Фин тренером, он напишет первым делом у себя в Телеграме. А еще у Фина, скорее всего, сегодня либо завтра будет розыгрыш на футболке Cloud9. Если вам интересна такая история, ссылочка на Фина есть в описании этого ролика. Спасибо большое еще раз. Желаю тебе успехов, удачи в выборе новой команды.